Доброе утро! Хотя в полшестого его очень сложно назвать добрым, но тем не менее мы едем в Ялту. Храм Святого Николая, храм-маяк-музей. Полуострова Южного бережа Аюдага или Бедведь Горова. Красиво? Наша первая остановка Ливадийский дворец. Памятник Сталину, Рузвельту и Черчину. Крестово-Звежинская церковь. Белый Ливадийский дворец. Памятник Александру Третьему. На этом месте был Малый Ливадийский дворец, который был взорван в 1941 году, чтобы не достался немцам. И в 2017 году уже при России на его месте установили этот памятник. Вторая остановка Воронцовский дворец имение графа Воронцова. Вместе с парком 40 гектаров. Красивые деревья огромные. Больше 150 лет этому красавцу. Кедр Ливанский. Лебяжье озеро. Зеркальное озеро. Форелевое озеро. Во времена Воронцовых здесь жила речная крымская форель. Я напоминаю, да, что это парк. Что это не лес. И все это создавалось искусственно, человеком. Воронцовский дворец. Немножечко капает дождичек. Вот такая красота. Мы подходим к южной стороне дворца на террасу. Южная терраса, охраняемая вами. А вот там вот виднеется гора. Айгер чем? Она в тумане. Красотища. Дальше у нас по плану Ласточкино гнездо. И прогулка на теплоходе в Ялту. Мы спускаемся вот к тому причальчику. Красота. И противника, на первую очередь, Ласточкино гнездо, И ливень. Ну а сейчас вопрос. Этот скруг куда-то была присоединена к берегу. В 1970-е годы произошёл пролом морского дна, и парусник отсоединился. Необычно. Скалейский горе действительно похоже на тревогинское. Как было в своём время, за на стороне. Блин, не видно какой ливень. Просто капец. Вот там вот впереди Ялта. Там вообще ничего не видно. Вот такая вот погодка. Жалко, что не видно гор. Вот там вот это должны быть горы, горы. Вот это Ялтинская набережная. Вот такая прекрасная погода. Нас Ялта так отлично встретила. У нас есть час свободного времени. Вообще, по сути, два. Но мы договорились с группой, что будет час, потому что два тут как бы не выгулишь. Я иду босиком, потому что в шлёпках очень скользко. Так удобно. Вот такие вот водопады на улицах. Просто шиндец погода. Зашли в столовую по-домашнему. С видом на Ялтинскую набережную. Дождик закончился. А у нас осталось 15 минут. Ялтинская набережная. Алкомарки, здравствуйте. Последнее, как это сказать, культурное мероприятие нашей экскурсии. В общем, последний пункт нашей экскурсии – это канатная дорога. Я боюсь высоты. Сейчас будет всё прекрасно, я чувствую. И уже поедем обратно сюда. Еще кусочек Ялтинской набережной. И все, мы прощаемся с Ялтой и идем вот туда, на чудную канатную дорогу. Идем. Мама, мама. Тоня едет на канат. Ты че, купон, ты же уже ездил тут. «Не зря, ну как же нравится, всё.» «Мы поднимаемся по малой канат. Господи, как хорошо, что не надо вниз поехать. Это прямо в подарок. «Не раскачивайтесь, это опасно!» А так хотелось прям вот покачаться. Мне уйти? Ты сделаешь обзор? Да, уйди. Уйди. Это Ялтова, пожалуйста, где растет золотой виноград. Господи, такое облегчение, когда выходишь из этой кабинки на землю. Прям вообще. Хоба, мы переоделись в сухую одежду, потому что все насквозь. И сейчас идем наконец-таки к автобусу и едем домой. Вот это рожки шайтана. Видите себя хорошо, а то шайтан за вами придет. Мы снова идем на нашу любимую улицу, улицу Ленина. А то мы же не находились с полшестого утра. Вот она улица Ленина. Опять мы купили эту чудесную горячую лепешку. Зашли в магазин. Мы сейчас вернемся домой, поужинаем и будем собираться, потому что завтра уже нужно лететь домой. Наш ужин. Я везде себе друзей нахожу. Он такой огромный. Просто посмотрите. Спасибо, что провели этот день со мной. Я надеюсь, что он вам понравился так же, как и мне. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо.